МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новостей дня в студии Максим Самойлов. Прямо сейчас расскажем о главных событиях региона. И вот лишь некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно, снегопад! Осадки повлияли на ситуацию на трассах Оренбуржья. Один смертельный случай и 191 положительный тест на КВ-19. Новые данные оперативного штаба. Стерильные маски и медицинские перчатки в России утвердили новые требования к автомобильной аптечке. Новостроек стало больше. В Оренбуржье заявили о стабилизации на строительном рынке. Досадная ошибка или неграмотность? В Оренбурге внезапно переименовали один из старейших парков города. Отыгрались 0-3. Хоккеисты Южного Урала вырвали победу у Тюменского рубина. Оренбуржье припорошило снегом. Наш регион продолжает находиться в области пониженного атмосферного давления. Осадки прошли накануне днем. По прогнозам синоптиков, будут идти до конца недели. Снегопад уже повлиял на дорожную обстановку на загородных трассах. Дороги на западе региона сегодня требуют повышенного внимания водителей. Это участок трассы Бугуруслан-Бузулук-Уральск в районе поселка Володарский. Покрытие мокрое. Небольшие осадки фиксируются и в данный момент. Снег скапливается по обочинам. В центральной части области ситуация чуть лучше. Выезды из Оренбурга сухие. Исключение составляет лишь Беляевское направление. Правда, там в полдень наблюдался легкий туман. В ГИБДД просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. И теперь к обновленным данным по коронавирусу в области. Один смертельный случай и 191 положительный тест на COVID-19 за сутки подтвержден лабораторно. Информация опубликована на сайте stopcoronavirus.rf. Общее число оренбуржцев, подхвативших вирус с начала пандемии – 19 618 человек. Погибли от коронавирусной пневмонии 141 оренбуржец. Преодолели недуг более 17 тысяч жителей области. За сутки, по официальным данным, больничные листы закрыли 194 пациента. Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильных аптечек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Две маски и две пары перчаток – теперь это неотъемлемая часть автомобильного набора. Еще должны быть в нем стерильные салфетки или экопластырь. Хотя бы одно устройство для искусственного дыхания. В составе оставили кровоостанавливающий жгут широкие бинты. А от узких бинтов решено отказаться. Помимо этого, обязательное наличие в комплекте ножниц и инструкций по оказанию первой помощи. Изменился срок годности аптечки. Теперь это 4 года вместо 4,5 лет, говорится в приказе министерства. Установить, что аптечки первой помощи, произведенные до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности. Но не позднее 31 декабря 2024 года. Все медицинские изделия должны быть сертифицированы в России. У водителей есть еще время перебрать свою аптечку. Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года. К другим темам. Планировали, но не успели. Ремонт магистрали областного центра до сих пор не закончен. Контракты отыграли еще в декабре, а в апреле уже приступили к реконструкции. Как отмечают специалисты, такого раннего начала дорожных работ в Оренбурге еще не было ни разу. Тем не менее, до сих пор на улицах Комсомольской, Туркестанской и Правды присутствует техника. Ольга Энгельс и Владислав Горбунов проехались по новым магистралям и увидели, стали ли дороги безопаснее и качественнее, как того требует нацпроект. Начнем обзор с улицы Туркестанской. Это самый протяженный объект, более двух километров. Здесь полностью уложено дорожное полотно, бордюры, открытое движение автомобильного транспорта. Недавно рабочие приступили к ремонту тротуаров, но выполняют их частично. Возможно, из-за того, что высота улицы разная. Начали с тех участков, где легче. Еще одна проблема подъезда к дворам. В этом месте дорога ниже домов примерно на метр. Появится ли здесь строительная техника, неизвестно. Ранее в городской администрации заявляли, что часть тротуаров доделают только на следующий год. Улица Комсомольская. Здесь тоже открыто движение для проезда автомобилей, но ощущение строительной площадки только усиливается. Если в начале улицы уже появились тротуары, то в середине все только начинается. Проблемой заезда столкнулись местные жители. Тротуар теперь выше двора. Местные жители рассказывают, что раньше здесь никогда не было проблем со стоком воды. Теперь есть. Ремонт в историческом центре не обошелся без потерь. Лопнула арка дома памятника архитектуры. Люди рассказывают, что 120-летнее сооружение повредило техника. Пугает оренбуржцев и этот электрический щит. Все раскопали. Вот смотрите, в каком состоянии. Поставили электрический щит. Мы говорили, что здесь не будет, здесь вода будет. А так как они сейчас делают тротуар, поднялась еще. Высота на 20 сантиметров. Здесь вот вода будет. И это все замкнет. Дом загорится. То есть это аварийная ситуация. Это нельзя так делать. Открытое движение и на улице правды. Хотя полноценным его здесь не назовешь. По-прежнему работает очень много строительной техники. За стороны 8 марта вообще стоят заградительные блоки, знаки. И проезд запрещен. Получился такой своеобразный карман. Те водители, которые надеются на открытый проезд, вынуждены разворачиваться или просто бросают по обочинам свои машины. Идут по делам. Очень сложно передвигаться и пешеходам. Они идут либо по проезжей части, либо вынуждены скакать по недоделанным тротуарам. Напомним, ремонт на улицах Туркестанской и Комсомольской правды идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Срок окончания должен был быть 1 ноября. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня. Сейчас прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. Новостроек стало больше. В Оренбуржье заявили о стабилизации на строительном рынке. Досадная ошибка или неграмотность. В Оренбурге внезапно переименовали один из старейших парков города. Отыгрались 0-3. Хоккеисты Южного Урала вырвали победу у Тюменского Рубина. Это новости дня. Мы продолжаем. По данным регионального министерства строительства, темпы возведения жилья не только стабилизировались, но и практически догнали уровень прошлого года. По официальным данным, большую роль для Оренбуржцев сыграло льготное ипотечное кредитование. Сейчас в среднем ставка по льготной ипотеке составляет 8,1%. Несмотря на то, что это выше, чем в среднем по России, мера популярна среди жителей области. В Оренбуржье уже выдано около 15 тысяч кредитов на сумму 25,5 миллиардов рублей. Строители, в свою очередь, ввели в эксплуатацию 681 тысячу квадратных метров жилья. В этом году были свои трудности. Пандемия коронавируса вызвала спад темпов возведения жилья. Значительно сократился приток иностранной рабочей силы на территорию области. Часть объектов пришлось заморозить. Сейчас ситуация с рынком жилья стабилизировалась. Уже начиная с сентября строительная отрасль фиксирует рост ввода в эксплуатацию как многоквартирных, так и индивидуальных частных домов. По данным регионального Минстроя, Оренбуржская область продолжает оставаться одним из лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по низким ценам за один квадратный метр в новостройках – 37 700 рублей. А теперь информация об иностранной валюте. Актуальный курс от Центрального банка России вы можете видеть на своих экранах. В Оренбурге парк имени Ленина внезапно стал парком железнодорожников. Название на отремонтированной входной группе появилось несколько дней назад, но уже успело вызвать массу вопросов среди оренбуржцев. Что именно не понравилось горожанам и кто будет это исправлять, узнала Анастасия Кубатко. Парк железнодорожников – это название появилось на входной группе несколько дней назад и сразу же привлекло внимание горожан. Мало того, что буквы «Ж» находятся явно в перевернутом виде, так еще и само название написано с ошибкой. По нормам русского языка при склонении слов «кавычек» быть не должно. Кроме того, многих оренбуржцев волнует и внезапная смена названия некогда любимейшего места отдыха горожан. Один из старейших парков Оренбурга здесь появился в 1935 году. Красивейшее место – цветниками и деревьями. Тогда ему дали имя Владимира Ильича Ленина. Сейчас он почему-то стал парком железнодорожников. При этом, как уверяют горожане, голосование никто не проводил. Сегодня прогулялся по парку имени Ленина, который с чьей-то легкой руки превратился в парк железнодорожников. Это как вообще? Я пропустил голосование? Однозначно прежний вариант лучше. Мы теряем свое прошлое, свою историю. Заказчик и подрядчик, наверное, в глаза не видели проект. Подрядчик, который занимается благоустройством парка – проектная мастерская «Архитек». За 180 миллионов рублей по договору с администрацией города она обязалась выполнить все необходимые работы. Установить детские игровые зоны, малые архитектурные формы, обустроить дорожки, входную группу. И, как утверждают в организации, все работы выполняются строго по проекту заказчика. Вот если речь идет о том, что по «железнодорожнику» в кавычках, это согласно технического задания заказчика. То, что Владимир Ильича Ленина исчезло из названия, а постарались придать название, ну, народное название, так как люди называют этот парк. Его всегда называли «парк железнодорожников». Насчет букв, то, что перевернутые, да, вот здесь фотографии посмотрел, действительно, буквы перевернуты. Но в проекте все правильно указано. То есть, ну, это, видимо, при монтаже у подрядчиков. Что-то пошло не так, как это бывает. В документах на сайте госзакупок указано как официальное название парка, так и его «народное». И там слово «железнодорожников» также идет в кавычках. Но в администрации города своей вины не видят. Заявляют, это ошибка подрядчика. Программатические недочеты чиновники умолчали, но пообещали вернуть парку старое название. На входной группе парка, расположенного на проспекте Парковом, больше известен он оренбуржцам как «парк железнодорожников», будет указано его официальное название. В контракте на благоустройство парка было указано его официальное название. Заказчик работ, у нас это Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города, указала подрядной организации на допущенную неточность. В ближайшее время она будет устранена. На входной группе будет указано официальное название «парк имени Владимира Ильича Ленина». Правда, сроки устранения ошибки в городской администрации не уточняют. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев, Новости дня. Далее в программе новости спорта. Хоккеисты Южного Урала проводят домашнюю серию матчей чемпионата высшей лиги. Выступление Орской команды не оставляет болельщиков равнодушными. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Евгеничу. Спасибо, Максим. Действительно, арчане показывают такой хоккей, что можно посожалеть о надзорных ограничениях количества зрителей. В обычные времена трибуны юбилейного были бы забиты под завязку. Южный Урал после карантина набирает физическую форму. На старте домашней серии арчане громят недавнего обладателя Кубка Братины подмосковное «Динамо» 5-1. Следом прибывает московская звезда – фармклуб чемпиона страны ЦСКА. Молодые армейцы начинают столь стремительно, что хозяева оказываются к этому не готовы. Едва истекает первая минута встречи, как москвичи устраивают круговерть у ворот Доненко и открывают счет. А через минуту уже 2-0. Тренерский штаб принимает решение сменить фратаря. Место в рамке занимает Мустафин. Их хозяева несколько сбивает наступательный пыл гостей. За три минуты проделили команду. Ну, наши сейчас, думаю, получат в раздевалке ценные указания. Играют сегодня ребята, просто не все они всегда получают. Это спорт, во-первых. Но я думаю, мы выиграем, додавим все равно. Обычно играют очень хорошо во втором периоде. Поэтому мы надеемся, что сейчас они сравняют счет, а в третьем одержат победу. Мы всегда верим в их успех. На первых секундах второй 20-ти минутки гости и опять на сверхскоростях забивают третью шайбу. Исход встречи практически предрешен. Единственное, что удается южноуральцам – это размочить счет. В третьем периоде Степанов наконец распечатывает ворота звезды. Большего достичь не удается. Столичная команда празднует победу 3-1. А вот в следующем матче Арчане показывают своим преданным болельщикам, что со счета 0-3 отыграться можно и нужно. Тюменский и Рубинь на исходе стартового периода забивают две шайбы за 12 секунд. Во втором отрезке увеличивает разрыв. И тут-то игра хозяев преображается. Сначала Коротков возрождает интригу. Через полминуты Чеботаев сокращает отрыв до минимума. И следом Ривацкий сравнивает счет. Можно представить эмоции болельщиков. Комбэк за 6 минут. В третьем периоде воодушевленные хозяева владеют преимуществом. Вдвое перебрасывают гостей. Но защита оказывается сильнее нападения, и игра перетекает в овертайм. В котором фортуна вознаграждает Арчан за проявленный характер. Бросок Ривацкого застает врасплох голки перогостей. 4-3. Сверхвалевая победа Южного Урала в этом триллере. Серию завершит встреча с лидером чемпионата Югрой. Выступающие в молодежной лиге оренбургские сарматы вынуждены в календарных матчах восстанавливаться после карантина. Соперники как специально из первой тройки Восточной конференции. После толпара возглавляющий таблицу авто. Эти встречи сарматы проводят на домашней арене в Звездном. В первой из них екатеринбуржцы лучше по всем статистическим показателям и побеждают 3-0. На следующий день оренбуржцам удается навязать борьбу. На восьмой минуте встречи наши открывают счет. Это делает Тирлецкий. Однако авто сначала догоняет, а потом уезжает вперед 4-1. В концовке матча Брагин сокращает разницу до двух шайб. Конечно, после карантина сложно противостоять сильнейшим соперникам, которые еще и на ходу. До следующих игр у сарматов почти неделя, чтобы подтянуть физические кондиции. Восемь медалей чемпионата Приволжского федерального округа завоевывает оренбургские пловчихи. Окружной турнир на короткой воде проходит в Мордовии, в Саранском дворце водных видов спорта. Лавры Марии Каменевой вдохновляют нашу юниорку, мастера спорта Ксению Степанову. В ее копилке сразу пять наград, в том числе и золотая на дистанции 50 метров бутерфляя. Также призерами соревнований становятся оренбурженки Петрова и Подковырова. Бузулукский прыгун в воду Сергей Назин в эти дни проводит сборы с национальной командой в Подмосковье на базе Озеро Круглое. Несмотря на возраст 33 года, бузулучанин по-прежнему в обойме сборной. Что неудивительно, ведь наивысшего успеха в карьере Назин добился в прошлом году, став в корейском Кванжу серебряным призером чемпионата мира. Анатолий, спасибо. Обзор спортивных событий смотрите в каждом выпуске программы. На этом пока все. Я напоминаю, вернуться к обзору новостей вы можете на сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин